Пора ли менять летнюю резину на зимнюю или же стоит подождать до укрепления морозов? Таким вопросом задаются разве что отчаянные автомобилисты. Ведь несмотря на тонкий слой снега, передвигаться на непереобутом авто крайне небезопасно. Для опытного водителя это понятно без объяснений. А вот любителям поберечь шипы пора бы призадуматься, а стоит ли оно того? Неужели ваши драгоценные железные кнопки настолько бесценны и дефицитны? Шипов, ребята, много, а жизнь одна. В этом уже успели убедиться десятки рязанских гореводителей, пренебрегших соблюдением банальных канонов безопасности. Со сменой времени года, как правило, количество дорожно-транспортных происшествий на улицах нашего города значительно увеличивается. На безопасность дорожного движения очень сильно влияют погодные факторы. Так, например, в осенний период лиственная подушка ухудшает торможение. Утренние заморозки или вечерние заморозки точно так же влияют на безопасность дорожного движения. Намного труднее водителям ориентироваться в условиях дождя или мокрого снега. Поэтому госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям заранее позаботиться о своей безопасности и вовремя поменять колеса, шины на колесах транспортных средств. С той целью, чтобы не только с выпадением первого снега все скорее стремились в шиномонтаж это делать, а все-таки думали о безопасности своей и о безопасности окружающих людей. Зима не за горами и теплеть на улице уже точно не будет. Так что обратите внимание на прогнозы синоптиков. Они помогут составить вам хотя бы приблизительную картину метеообстановки в регионе и сориентироваться во времени, чтобы запланировать поездку на шиномонтаж. Почему так важно менять резину? Все очень просто. Летние и зимние покрышки имеют не только совершенно разный протектор, но и различаются составом резины. Зимняя покрышка сделана из более мягкого материала, который не затвердевает на морозе и не теряет сцепных свойств. Летние же покрышки более жесткие. Они начинают стремительно терять свои свойства, если температура воздуха опускается ниже 7 градусов. Если же температура поднимается выше плюс 7, зимняя резина становится излишне мягкой. Автомобиль плавает на дороге, износ шин увеличивается. Более того, если резина шипованная, сильно возрастает тормозной путь. Шипы стираются и вылетают. При этом бытует мнение, что шипованная резина, потерявшая шипы, работает как аналогичная, но изначально не шипованная. Это совершенно не так. Резина с шипами нормально работает только при наличии таковых. Ее свойства существенно ухудшаются, если отсутствует более 30% шипов. Вопросы безопасности немаловажны. Смена стиля езды на менее импульсивный. Не трогайтесь на скользкой дороге слишком резко. Надоест буксовать. При старте с пробуксовкой ведущие колеса теряют вцепление с дорогой и начинают скользить в сторону соседнего автомобиля. Если такое начнет происходить на дороге со склоном, можно ударить соседа передней частью автомобиля для переднего привода или задний, если привод задний соответственно. Эти простые истины начинающему водителю обязан объяснить инструктору в автошколе. Хотите уметь хорошо ездить? Просто найдите хорошего преподавателя. Приближается зима, что покрытие будет у нас скользким. Водителям лучше всего придерживаться ограничения скорости, не лететь, соблюдать дистанцию. И быть более внимательным, скажем так, не переоценить свои возможности. Большинство людей проходит обучение вождению именно летом. Согласно общепринятому мнению, учиться в летнее время гораздо легче. Однако это не всегда верно. Летний засушливый период не позволит вам отработать навыки управления автомобилем во время заноса. Прочувствовать все особенности управления машиной на скользкой дороге у вас также не получится. Успешно сдав экзамен, не стоит полагать, что всю жизнь вы будете ездить по сухому асфальту. Несмотря на то, что вы потратите больше времени, сил и нервов, обучаясь зимой, вы научитесь управлять автомобилем во время заноса и скольжения. Обучившись зимой, вы будете чувствовать себя на дороге гораздо увереннее. Приспособиться к вождению в сложных погодных условиях вам будет намного проще. Такая пора сложная для обучения, надо сказать, будет все зима. Потому что более намного плотное движение, наши проезжающие сейчас становятся в два раза, ну не в два, в полтора раза уже. Плюс наши проблемы с парковками. Разъезд затруднен, очень сильно затруднен. Наверное, лучше зимой идти учиться. Движение по снегу таит в себе немало опасностей. До 15% легковых автомобилей сегодня зимуют на стоянках, в гаражах и во дворах. А все остальные колесят по заснеженным дорогам страны. В любом случае, каждый водитель, который продолжает эксплуатировать машину зимой, самостоятельно выбирает меры по борьбе с заносами и приобретает свой стиль зимнего вождения. Однако, о невысокой эффективности этого стиля свидетельствует повышенное число аварий на улицах и дорогах при первых гололедах и достаточно частые дорожные происшествия в течение всего зимнего сезона. Особенно, если гололед появился внезапно. Немалую часть водителей в городе составляют начинающие автомобилисты. Не стоит об этом забывать. Это все, конечно, лирика. И все же на навыки будущего автомобилиста стоит обращать внимание с самого начала его водительского пути. Новичка на дороге видно издалека. Просто дайте человеку набраться опыта и не провоцируйте его лишний раз. Новичок и так боится вовремя не затормозить. Пешеходы. Пешеходы. В частности, ребенка на проезжей части из-за заснеженного брустера очень часто становятся для водителей полной неожиданностью. Частенько можно наблюдать картину, как пешеходы, особенно утром, как тушенок, не глядя по сторонам, переходят дорогу. И не важно где – на пешеходном или вне его. Зимой не всегда можно быстро остановиться на скользкой дороге. Усложняется ситуация и плохой видимостью из-за встречных пар. Да и пешеходы любят одеваться во все черное. Пешеходам тоже становится гораздо труднее. Очень часто они одевают либо капюшоны, либо берут в руки зонты, что ухудшает их видимость. Пешеходы должны тоже об этом обязательно задумываться и помнить. Не переходить в проезжую часть, разговаривая по сотовому телефону. Обязательно снимать наушники перед началом перехода в проезжей части. И в плохих погодных условиях помнить, что тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. И не факт, что даже на пешеходном переходе транспортное средство успеет затормозить и остановиться, чтобы пропустить вас. Узкие дороги, отсутствие тротуаров, перекрытые машинами подходы к переходам ведут к авариям. Предвидеть их обязаны не только пешеходы, но и водители. Прежде всего, по словам специалистов, водителю во избежание ДТП с пешеходом необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Зачастую пешеход решает перебежать дорогу между машинами. Если дистанция автомобиля мала, то из-за автотранспорта заметить пешехода можно только в самый последний момент. Если скорость автомобиля достаточно высока, то времени на остановку не останется. Грамотный водитель, тот, кто может предугадать аварийную ситуацию, соблюдает скорость, дистанцию и четко контролирует всю дорожную обстановку. Следует быть крайне внимательным, обращать внимание на любое изменение и предвидеть возможный риск. Так как осенью короткий световой день и часть движения пешеходов и транспорта происходит в темное время суток, и в утренние часы, когда люди спешат на работу, либо в вечерние, когда возвращаются домой, для безопасности пешеходов мы, конечно же, рекомендуем использовать световозвращающие элементы. По правилам дорожного движения световозвращатели обязательно необходимо использовать на загородной дороге, но и в условиях городской среды эти элементарные маленькие устройства помогут быть более заметными для водителей. Пешеходы – самые многочисленные участники дорожного движения, они же и самые неорганизованные. Одни из них не знают правил дорожного движения, другие, зная в общих чертах, умышленно нарушают их. По данным ГАИ, из общего числа ДТП наезды на пешеходов составляют в целом более 1,3, а в крупных городах, областных, краевых и республиканских центрах – 40-45%. В значительной доле этих происшествий виновниками были сами пешеходы. По их вине гибнут другие участники движения, хотя сами пешеходы остаются невредимыми. Избегая наезд на пешехода, водитель выезжает на полосу встречного движения, в кювет, за пределы дороги и результат – столкновение, опрокидывание, наезды на препятствия. Ну не подумали люди. Вместе с тем анализ происшествий показывает, что во многих случаях только водитель мог принять разумные меры, предупреждающие наезд на пешехода. Он мог предупредить торопливого гражданина о своем приближении звуковым или световым сигналом, объехать пешехода, замедлить скорость, остановиться. Водитель должен знать характер поведения пешеходов на улице и, соответственно, реагировать на их действия. Пешеход, уже находящийся на дороге и неожиданно увидевший движущийся на него транспорт, как правило, теряется и чаще всего стремится вернуться назад. Хотя это и не всегда разумно. И это обстоятельство водитель также должен учитывать. Далеко не каждый пешеход может определить скорость приближающегося автомобиля. И половина несчастных случаев происходит именно по этой причине. Престарелые люди, дети, да и многие взрослые плохо представляют себе скоростные возможности транспортных средств. Чаще всего они реагируют на внешний эффект машины. Большой шумный самосвал они пропускают, а маленький бесшумный двигающийся значительно быстрее легковой автомобиль у них в тревоге перед переходом дороги не вызывает. В любом случае ответственность за такое вот всеобщее недопонимание, скорее всего, понесет водитель. Как бы прискорбно это ни прозвучало. Так что стоит пересмотреть свой стиль езды. Не слишком ли он резок? Кстати, приверженцы такой науки, как физиогномика, утверждают, что некоторым людям и вовсе нежелательно садиться за руль. Таким образом они практически стопроцентно подвергают риску своё здоровье. Сергей Дюпин, физиогномист, рассказал нам, как вы сможете определить ваши способности и склонности к вождению. Можно ли по типажу определить, опасно ли человеку, например, за рулём ездить или такого вообще невозможно? Ну, опасно для тех людей, у которых притуплено внимание, возможно, да. Есть лихачи, которым нельзя сказать, что они именно склонны к авариям, но они склонны к быстрой езде и так далее. Ну, если, допустим, говорить с точки зрения физиогномики, это люди с длинной шеей, в первую очередь, потому что у них важна скорость для них, узкая челюсть, которая не идёт сразу к уху, получается. Вот. И срочная мочка. Вот это вот люди как раз лихачи, которые, можете посмотреть на своих знакомых, на друзьях, если у кого-то такие черты, то это любители быстрой езды. Ну, на меня можешь как на примере показать вообще? Вот я как автомобилиста безопасно вожу, например, или у меня нет вот этого склонности к лихачеству? Ну, лихачества нет, потому что если смотреть по ушам, то это обдумывание. То есть сначала подумаете, потом уже принимаете решение. И поскольку есть ещё определённая дальновидность, то есть сначала в голове прокручиваете план, что может... Прюжить. Да, если вы сделаете это действие. Да. Соответственно, всегда идёт сначала анализ, потом действие. А у некоторых, которые люди недальновидно, скажем, они сначала действуют, потом получают результат. Тут нужно смотреть комплекс всегда. То есть это может быть какая-то импульсивность излишняя, это показывает нос. То есть нужно всегда смотреть комплексы. И сопоставляя вот эти вот части лица, то уже можно говорить о том, что склонный человек к авариям или нет. Некоторые аварии отражаются на лице уже после их... ну, как они произойдут. То есть брови, показатель каких-то вот механических повреждений, родинки на лице, также они показывают каких-то механических повреждений, причём можно определить, в каком конкретном месте у человека был перелом там или ещё что. То есть любые перемены в лице – это опыт? По сути, да. Наш друг и коллега, ведущий популярной автомобильной программы «Автономия» Евгений Карпушкин за всю свою водительскую практику пережил великое множество зимних автоприключений. Как весёлых, так и не очень. И, как всегда, он готов поделиться со зрителями своим богатым опытом. Скоростной режим, обозначенный в правилах, да, там 90 на трассе, 60 в городе, он предусмотрен для нормальных условий. Вот в таких условиях нужно передвигаться с той скоростью и с той дистанцией, которая вам позволяет отреагировать на любую непредвиденную ситуацию на дороге. Это однозначно. Если вы переобуваетесь на резину шипованную, то не стоит слишком сильно беспокоиться о том, что за тот промежуток времени, пока ещё не лёг снег на дороге, вы потеряете все шипы, образно говоря. Ведь, во-первых, в городских условиях у нас снег слоем не лежит на дорогах общего пользования, это только во дворах. Шипы вам помогают всего лишь трогаться и тормозить на дороге. А если у вас липучка, то об этом вообще беспокоиться не стоит. Плюс самое главное, дело в том, что резина зимняя, в отличие от летней, имеет другую структуру, и при температурных значениях, близких к нулю градусов, она более гибкая. Резина летняя становится дубовой, и поездка на ней, даже если никакого снега на дороге нет, нет льда, ничего этого нет, она становится дубовая, и поездка на ней – это всё равно же поездка на коньках. Спешка на дороге, особенно зимой, неуместна. Те, кто этого не понимает, чаще всего попадают в сводки дорожно-транспортных происшествий. Старайтесь до появления сухого асфальта придерживаться принципа «тише едешь, дальше будешь». И да, пора переобуваться. Субтитры подогнал «Симон»